МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы, не верю всему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Банда «Черная кошка». Она наводила ужас на москвичей. Это уже обрастало, знаете, такими глобальными убийствами, расчленением. Там нашли голову, там вроде. Как появился Володя Шарапов? На самом деле про образов было два. Как на самом деле выглядел главарь самой страшной банды послевоенной Москвы? Никаким образом не походили ни на героя Армена Борисовича, ни на Горбатого, ни на Промахашку. Его задержали в Таиланде. Осудили в США. Виктор Бут. Самый опасный из россиян. Главный торговец оружия это президент Соединенных Штатов Америки. Есть ли связь с загробным миром? Смершие люди это ангелы, которые помогают своим родственникам, детям, близким. И что поведал нашему медиуму дух Бориса Березовского? Смерть точно неестественная. Место встречи изменить нельзя. Советский кинохит о послевоенной преступности прославлял банду «Черная кошка», за которой охотились сыщик Глеб Жеглов и его напарник Володя Шарапов. А правда ли, что пресловутая «Черная кошка» разгуливала в конце 40-х годов по стране? Кто такой Глеб Жеглов на самом деле? И почему горбатым стал молодой парень модельной внешности? Послевоенная Москва. Голодные, оборванные победители. Советские граждане пытаются выжить. Урча животами от голода, они стоят в очередях за пайкой хлеба по карточке. Гремят стройки века. Заключенные искупают вину перед Родиной. Волна преступности захлестнула Москву, потому что очень много было амнистии послевоенного периода. Вернулся народ, который был не готов к мирной жизни. Очень много было инвалидов. И очень много ходило неопустанного оружия. И поэтому, конечно же, много совершалось преступлений. Советская преступность к 1947 году приобретает вполне жизнеспособную форму. Беспризорники уже не слоняются бесцельно по улицам. Они сбиваются в банды. За ними мелкие кражи. Амнистированные уголовники с бывшими полицаями и дезертирами промышляют грабежами и убийствами. Инвалиды в военной форме занимаются квартирными кражами. Воруют не только драгоценности, но и хлебные карточки. Талоны на еду заменяют деньги. Очень много было, ну вот, как в фильме показано в лице Фокса, да, мошенников. То есть преступников, которые работали под героев фронтовиков, то есть в мундирах, с орденами. И кому не приходило даже лишний раз в голову остановить такого человека, даже милиционеров. Все это облегчало преступникам их, так сказать, преступную деятельность. В криминальном мире начинают действовать жесткие законы. Карта Москвы поделена между группировками и бандами. Один из самых злачных районов Марьино-Роща. Здесь находится один из самых гнилых, лихих районов. Мы с вами представляем о том, что такое мир уркоганской Москвы. Это плохо одетые люди, кипарь, кирзачи гармошкой. И чем хуже одет человек, тем, значит, на большем социальном дне низу он находится. И тем больше вероятность, что он является вором-домушником или еще кем-то в этом роде, это глубочайший заблуждение. Настоящий вор-домушник – это щеголь. Он обязан быть артистом и обязан все время доказывать свою состоятельность. В послевоенной Москве количество полулегальных кабаков росло в геометрической прогрессии. Вечерами в них частенько собирались бандиты и прочая подобная публика. Травили байки о воровских подвигах. Нередко слушателями этих историй становились милиционеры. На воровском жаргоне милиционер – мусор. Это слово произошло от аббревиатуры, которая потеряла актуальность еще в 1917 году. Мус – московский уголовный сыск. Именно отсюда и жаргонная производная – мусор. Бытовые отходы тут ни при чем. В феврале 1949 года сначала в московских кабаках, а потом уже и в каждом дворе заговорили о банде «Черная кошка». Актриса Наталья Крачковская была тогда ребенком. Но она хорошо помнит, как впервые услышала о кровожадных грабителях, оставлявших на месте преступления вот такой знак. Вообще разные были разговоры, потому что у нас народ любит поговорить. Так что это уже обрастало, знаете, такими глобальными убийствами, расчленением, что-то такое было. Ну, было всякое. Говорят, ой, там нашли это, там нашли голову, да, ну. За период с 1940 по 1947 годы число грабежей и разбойных нападений выросло на 236%. При этом среди привлеченных к уголовной ответственности в 1946 году почти половину составили несовершеннолетние. В послевоенное время, время голодное, там, извините, за мешок картошки убить могли. На Петровке, 38, всерьез были озабочены распространяющимися слухами. 1 февраля 1950 года при попытке ограбления магазина был убит оперуполномоченный. Дело поручили следователю Владимиру Арапову. Арапов, фамилия яркая, легко запоминающаяся. Чем-то она приглянулась к братьям Ваневым. И они взяли именно фамилию этого человека и превратили в Шарапову. Володю Шарапову. И вот здесь появляется нестыковка. Первый налет банды «Черная кошка» совершила в 1950 году. А слухи о ее существовании поползли годом ранее, в 49-м. Может быть, это разные банды? Деятельность милиции, а тем более сыскных отделов, в 40-х годах, да и значительно позже, была окутана орелом тайны. Даже кража больше двух буканок, где бы это все засекречивалось. Было объявлено после войны, что из проституции у нас покончено. Поэтому мы жили в идеальном обществе, и многие вещи обрастали слухами. Любые сведения о том, что где-то кто-то озаролит. Не дай бог, что где-то кого-то грабанули, а еще или вообще случилось мокрое дело, то есть кто-то убит. Все это было на уровне государственной изменения. Все это не подбежало огласке. Ныне живущая в Нью-Йорке писательница Ольга Мамонова в свое время проводила собственное расследование. Дело в том, что в 1946 году группа следователей Мура шла после одной малограмотной записки от имени Кодла Черная Кошка. Незадачливых воров, это была группа 15-летних подростков, вычислили сразу. Кодла Черная Кошка это не кровожадные головорезы, а пацаны с Пушкинской улицы. Они попались на первой же краже. На месте преступления действительно нашли записку. Эта сцена из вышедшего на экраны «Место встречи изменить нельзя» забавляла лишь следователя Арапова и, как ни странно, художников. Сыщик знал, что кошку никто в действительности не рисовал, а художники пытались с затушенной папиросой начертить кота. Оказалось, что для этого нужно несколько десятков, а то и сотня окурков. Это придумки обывателей и, в первую очередь, подростков. Подбрасывали под дверь либо, так сказать, почтовые ящики от руки написанной записки, что вот там банда чернокожки придет, значит, с такого-то по такого-то уходите из дома, оставьте деньги, иначе там будет плохо, всех там убьют или порежут. Со временем слово «кодло» народ заменил на более благозвучное. Обрастая самыми невероятными подробностями, история банды распространялась по Союзу. Меньше, чем через год, черные кошки орудовали уже в Семипалатинске, Харькове, на Дальнем Востоке, в Ленинграде. Многие руководители на тех территориях, где совершались преступления, были лишены своих должностей, а некоторых и расстреляли, потому что они не могли раскрыть это преступление. Все самые жуткие преступления без суда и следствия мирные граждане приписывали черной кошке. И сами от этого боялись еще больше. Ведь получалось, что головорезы могли одновременно в разных частях страны грабить, разбойничать и убивать. Убийство оперуполномоченного в Москве, естественно, тоже досталось черной кошке. Проходная оборонного завода номер 34 в Подмосковном Красногорске. Вместе с другими рабочими на смену спешит молодой мастер Иван Митин. Встать к заводскому станку ему пришлось еще в 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. Молодого передовика производства в округе знали все. Никто и предположить не мог, что после смены, сменив Рову на костюм и кожаный плащ, он отправлялся на дело. Митин сразу приехал на место, которое должны были брать по наводке своего друга. Иван Митин совмещал работу на заводе с руководством одной из самых неуловимых банд. Той самой, которая во время налета на магазин в 1950-м застрелила оперуполномоченного. Эта банда состояла из людей, которые работали на заводе, висели на доске почета, перевыполняли план, были на хорошем счету. Среди бандитов был человек, который прошел войну, имел правительственные награды, они играли вместе в хоккей, были тоже, как бы, занимались спортом. В Тимирязевском магазине банда Митина взяла 63 тысячи советских рублей. Коопторги на водном стадионе 24 тысячи рублей. Невиданные суммы. И это лишь по двум эпизодам. По признанию сценаристов, место встречи изменить нельзя, именно Красногорская банда Митина была самой неуловимой, опасной для муровцев, которые братья Вайнер персонифицировали, как банда «Черная кошка». Из босоногой шантропы, не сумевшей ограбить квартиру, «Черная кошка» превратилась в настоящую организованную банду. Банду, едва не подорвавшую государственный строй. Министр госбезопасности Виктор Абакумов издал приказ арестовывать тех, кто распространяет слухи о банде «Черная кошка» и сеет общенациональную панику, которая может привести к дестабилизации обстановки в СССР. И 36 человек отправились в ГУЛАГ именно за сплетни о «Черной кошке». Тем временем следователь Арапов продолжал заниматься делом банды «Черная кошка». То, что артелью головорезов верховодит высокий блондин с оружейного завода, выяснится только спустя 3 года после первого налета. Митин и 11 его подельников казались неуловимыми. От банды Митин в роман перешло только количество совершенных преступлений, жестокость, которые они совершали. Но сами реальные члены митинской банды никаким образом не походили ни на героя Армена Борисовича, Джигарханяна, ни на Горбатова, ни на Промакашку. Нет. После ограбления преступники, в отличие от киношных бандитов, не уезжали на фургоне с надписью «Хлеб», а сливались толпой, спускались в метро и становились спешащими на службу или домой трудящимися. Простые граждане были куда надежнее любой маскировки. Хлебный фургон – это из дела Пашки Америки, который ездил на фургоне с Красным Крестом. Во время налета на Матищинскую изберкассу бандиты допустили первую роковую ошибку. Митинцы ворвались в помещение. Резким окриком всех уложили на пол. Вдруг зазвонил телефон. Один из преступников машинально взял трубку и услышал вопрос. «Это сберкасса?» и, не задумываясь, ответил «Нет, стадион». Оказалось, что все члены банды Митина были рьяными спортсменами. Свободное время они всегда проводили на стадионе. Так и опознали грабителей во время товарищеского матча на ледовой арене в Красногорске. Банда Митина в историю криминалистики должна была войти как банда блондина. А сегодня мы ее помним с легкой руки киношников как черную кошку. Выйти на след преступников следователю Арапову удалось в конце 52-го года. Налет на Мытищинскую сберкассу стал последним эпизодом в 14-томном уголовном деле банды Митина. Задержали банду Митина в феврале 1953-го года. 28 разбойных нападений, 11 убийств, 18 раненых и 300 тысяч награбленных советских рублей. Через несколько дней после приговора Ивана Митина и одного из его подельников расстреляли. Остальные получили по 20-25 лет лагерей. Вернулся оттуда только один. На свободе он прожил всего несколько месяцев и скончался от чахотки. Следователь Арапов едва не лишился должности. Три года слишком долго для раскрытия преступления. А черной кошки не было. А что же было? Были банды, было много банд. В 20-е годы и в 30-е годы банды имели обыкновение подписывать. Скажем там, бим-бом, руки что-то на стенку, черный кошка, могли все что угодно. Мода такая была, понимаете, экспрессия такая, криминальная. Лишь спустя много лет после выхода фильма место встречи изменить нельзя, следователь Арапов признает себя прообразом Шарапова. Хотя кое-кто это утверждение готов был оспорить. Ну, на самом деле прообразов было два. В московском уголовном розыске на тот момент было двое Араповых, то есть именно вот с них режиссер лепил образ с Володей Шарапова. Один из них Владимир Сергеевич Арапов, а второй Арапов Петр Федорович. Каждый считает, что именно с него лепили образ, чего бы остались как бы при своем мнении. Но ведь Шарапов лишь помогал главному киносыщику Глебу Жеглову. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Хотя у них общего было куда больше, чем кажется. Глеб Жеглов образ собирательный, и некоторые черты достались ему все от того же реального следователя Мура Арапова. В плане именно внутреннего, так сказать, и служебного общения все вполне реально, так сказать. Конечно, были Жегловы, вот и Араповы, я имею в виду в том виде как киногероя. Я знал хорошо Арапова. Да, это прекрасный был сыщик, но это был сыщик не демократических убеждений. Это как раз с него надо писать было образ Жеглова. Вот кто был Арапов. Итак, черная кошка это собирательный образ той страшной послевоенной действительности. А банда Митина, наводившая ужас на жителей Москвы и Подмосковья своей жестокостью и хладнокровием, реально существовала. И по большому счету не так уж и важно, как она называлась. Смотрите далее. Его задержали в Таиланде, осудили в США. Виктор Бут, самый опасный из россиян. Если бы действительно Виктор Бут был тем человеком, за которым его выдают, он бы получил не 25 лет, а пожизненное заключение. И как одному человеку удалось стать конкурентом сверхдержавы? Американцы хотят просто заменить российского Бута своими Бутами. Что поведал нашему медиуму дух Бориса Березовского? Смерть, потому что оно неестественное. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. 6 марта 2006 года информационные выпуски всех мировых телеканалов начались с главной новости дня. В Таиланде по запросу американских спецслужб арестован гражданин России Виктор Бут. Торговец смертью, оружейный барон, воротило кровавого бизнеса. Кто он на самом деле? Что правда, а что ложь? Эксклюзивные подробности и расследования без оглядки на политику. В лихие 90-е выпускник военной академии, молодой перспективный переводчик Виктор Бут решает забросить армейскую карьеру и с головой окунается в пучину рыночных отношений постсоветской России. Подешевле купить, подороже продать. Китайский ширпотреб, польские духи, чехословацкие конфеты. Сначала багажными сумками, затем контейнерами, вагонами, составами. В 93-м году мы уехали в Арабские Эмираты, где он открыл авиакомпанию транспортную. На тот момент, если говорить о бизнесе там, рынок был абсолютно свободный. Свободный рынок с многомиллионными заказами. В Россию Бут отправляет транспортные самолеты, груженные сантехникой и керамической плиткой. Обратно в Эмираты он везет автоматы Калашникова, военные вертолеты и самоходные установки. Весь груз по контрактам Министерств обороны двух стран. Для Бута это простая логистика. Ящик с апельсинами или с оружием это лишь одно место багажа. Бизнес. Далеко не каждому дано создать компанию с многомиллиардным оборотом, да еще вести успешный бизнес в арабском мире. Для этого нужно быть настоящим дельцом. Так кто же он, Виктор Бут? Убийца воротила бизнеса серый кардинал, оружейный барон или все-таки жертва? Чтобы разобраться, что из себя представляет Виктор Бут, мы обратились к физиогномисту. Этот специалист лишь по чертам лица может определить, кто перед ним. Егору Овчинникову мы показали фотографии Виктора Бута. Результаты исследования повергли в шок. Вот эта часть от брови до носа и от брови до лба они где-то примерно одинаковы. То есть это говорит о его интеллектуальной сфере, эта часть говорит о его эмоциональной сфере. А вот эта часть отвечает за его деятельность. То есть получается этот человек много думал, много усложнял, чувствовал, хотел, но сам делать почти не делал. Его бизнес процветает и все чаще он слышит угрозы в свой адрес. Прежде всего от конкурентов. В конце концов в ЮАР в Юханесбурге, куда Виктор перебрался с семьей поближе к бизнесу, в его дом врываются налетчики. На нас было совершено покушение, то есть это где-то 9 вооруженных человек. То есть ситуация была просто кошмарная, потому что мы, возвращаясь домой, поняли, что, в общем, нас окружили и вот толпа этих людей привели в коттедж. Там уже, в общем-то, были наши пожилые родители, ребенок, которому на тот момент было 2,5 года. Моя мама была очень сильно избита, то есть лица практически не было. Налетчиков не интересовали ни деньги, ни ценности, которых в доме было предостаточно. Мобильные телефоны, записные книжки, компьютер с базой данных заказчиков, лишь то, что имеет отношение к бизнесу. Обращение в полицию вызвало неожиданную реакцию. Правительство ЮАР немедленно аннулировало визы пилотам авиакомпании Виктора Бута. Бизнесмен покинул Черный континент, вывел все активы и вернулся в Арабские Эмираты. Его самолеты обслуживали страны Юго-Восточной Азии, Океании и Африки. Заказ из Таиланда был лишь очередным бизнес-проектом. Во время переговоров в Бангкоке Виктора Бута арестовали. Находился там спецблоки в изоляторе, в одиночной камере, где нет окон, никаких дневного света, на прогулке его не выводили. Спустя несколько месяцев Бута экстрадировали в Америку. Бронированная камера, конвой из десятков вооруженных до зубов солдат. Такую охрану предоставляют лишь президентам во время визитов в неспокойные регионы планеты. Его вывезли на территорию США без законных на то оснований, считает жена Виктора Бута. Мы выиграли первое дело американской стороне, в экстрадиции было отказано. И, собственно говоря, апелляционная инстанция судебная, которая постановила практически сто процентов наоборот, да, это экстрадиировать Виктора, насколько я знаю, общаясь с адвокатами тайскими, да, такого решения быть не должно было. То есть это было явно политическое давление, политическое решение. Американцы хотят просто заменить российского Бута своими Бутами. А в 2005 году в мировой прокат вышел фильм «Оружейный барон». По сюжету фильма выходец из Украины Юрий Орлов в исполнении актера Николаса Кейджа организовывает картель по торговле оружием. Сначала он продает автоматы нью-йоркским бандам, но вскоре клиентами Орлова становятся воюющие государства. В мире больше 550 миллионов единиц огнестрельного оружия по одному пистолету или автомату на каждого 12-го человека. Возникает вопрос, что делать один с тем остальным? Фильм не имел успеха у зрителя, но имел огромное влияние на дело Бута. Голливудовцы сами решили демонизировать Бута, потому что нашли его в качестве очень интересного персонажа. Впечатлен в том, что это как обычная провокация американская, которая, собственно говоря, и говорит о всех тех вещах, о которых мы прекрасно знаем, о двойных стандартах, о том, что американцы лжецы, и на самом деле главные оружейные бароны находятся в окружении президента США. Режиссер Егор Кончаловский снимал кино по заказу «Гостель радио СССР». Он, как никто другой, знает, какова сила искусства и может позволить себе открыто говорить о том, как делается никому, казалось бы, ненужное кино. Это как бомба замедленного действия. Такую технологию в Голливуде освоили давно. Заказ этот выглядит так. Вы нам сделаете или очень хорошее кино, которое нас прославит, или сделаете нам очень хорошее кино, которое нам заработает денег. А если вы не сделаете ни того, ни другого, истратив наши деньги, значит, вы не мейджеры, значит, вы фуфлыжник. Нельзя исключать, что есть еще и третий вариант заказа. Сделайте кино, которое не принесет славы и не даст денег, но оно сработает. Оружейный барон в исполнении Николаса Кейджа сработал. По крайней мере, для Виктора Бута. Из-за тяжести обвинений, которые Америка предъявила Виктору Буту, его судили присяжные. 12 простых граждан Америки должны были принять непредвзятое решение, виновен или нет. Они говорили, да, конечно, мы смотрели фильм «Оружейный барон», мы этого человека знаем. А кого вы судите тогда? Героя фильма? То есть ту легенду, которую вы сами за 8 лет, начиная с 2001 года, по 2008 год, собственно говоря, создали? И его образ, образ Виктора Бута, кровавого злодея, торгующего направо и налево смертью, создавался очень тщательно. Если бы действительно Виктор Бут был тем человеком, за которым его выдают, он бы получил не 25 лет, а пожизненное заключение. Какая же роль была уготована ему, простому россиянину, оказавшемуся в эпицентре интересов двух сверхдержав? Орест Бута нужен американским спецслужбам и американскому военно-промышленному комплексу. Дело в том, что рынки оружия, они разные. Есть огромные, когда, предположим, американцы продают оружие Италии. Здесь, на этом рынке, будут совершенно неконкуренты. А есть небольшие, где продают каким-то сражающимся друг с другом группировкам. Здесь американцы хотели бы сами решать, кому оружие пойдет, кому не пойдет. И Бут для них здесь был конкурент. Вот эти морщины говорят о стремлении к точности. То есть брови, вот это расстояние, это говорит о том, что он очень быстро и легко сходился с людьми. То есть он общительный, коммуникабельный, он, скорее всего, не то, что подкупал, да, своей открытостью, скорее, люди ему верили. Владимир Козловский журналист. Его позиция может вызывать вопросы, но он один из миллионов. Из тех, кто посмотрел фильм «Оружейный барон», и увидел его так, как должен был увидеть любой житель Америки. Торговать оружием это не преступление во многих странах, в том числе в США. Но он продавал оружие в зоны боев, в страны, на которые было наложено эмбарго Советом Безопасности «Оружейный барон». И под чем подписалась, кстати, Россия. Пазл сложился. Обыватель явно не готов был казнить невинного, но заранее видел омытые кровью руки оружейного барона. Так Виктор Бут и стал главарем русской мафии. «Оружейный барон», да, вот это словосочетание, оно стало именем нарицательным и употребляться относительно любых людей, которые каким-то образом связаны с торговлей, скажем, оружием. Его называют «Оружейный барон», потому что это проще всего. Обородок не настолько упорный, то есть там не было такого упорства, чтобы горы свернуть. Плюс скулы, они у него маленькие, то есть назвать его авантюристом до мозга костей это тоже невозможно. Образ «Оружейного барона» Виктора Бута был готов еще задолго до его ареста. Противоречия с американским законом, международным правом и даже здравым смыслом уже никого не интересовали. Миф, в который так интересно было верить, не мог рассыпаться. Я никогда не видел, чтобы он торговал оружием, но он его много перевозил. Оружие там было тоже масса и на суде прокуратура вызвала двух его бывших летчиков, которые показали, что лично видели на аэродромах в Африке его самолеты и нагруженное оружие. Доподлинно известно, что в съемках фильма «Оружейный барон» было использовано настоящее оружие. Муляжи оказались дороже российских калашниковых и УЗИ. В финальном монологе, который произносит герой Николаса Кейдж, он говорит, что главный торговец оружием это президент Соединенных Штатов Америки, потому что он в день продает больше оружия, чем я продаю за год. Удивительно, что практически никому не пришло в голову подвергнуть сомнению образ жадного торговца оружием, который прочно приклеился к Виктору Буту. По нашим данным наших агентов, они, американцы, то бишь, в частности спецслужбы, истратили 150 миллионов долларов только на проведение операции по Виктору Буту. Будут, конечно, жертвы своей корысти, своей алчности. Он поехал в Таиланд заработать кучу денег. То ли это от жадности, то ли это от того, что у него было мало денег, на этом этапе жизни, ему нужно было кормить семью. Кормить семью и вызволять брата из заключения нужно было Орлову из фильма «Оружейный барон», а не Виктору Буту. Но отделить кино от реальности теперь уже не так просто. Да и поздно. В этом фильме нет вообще слова о России. С чего многие люди взяли, что это какой-то пиар-ход. Джаред Лето и Николас Кейдж, ну, их персонажи, Юрий и Виталий, они из Одессы, они из Украины, и оружие покупается в Украине. Россия не имеет никакого отношения к этому фильму. Зато Россия имеет отношение к тому, что происходит с ее гражданином Виктором Бутом. Там, за океаном. В отношении Бута в принципиальном плане наша позиция остается неизменной. мы добивались и будем продолжать добиваться его скорейшего возвращения в Россию. Разумеется, с использованием тех международно-правовых механизмов, которые имеются в нашем распоряжении. Но ни супруга Бута, ни его адвокат уже не надеются на помощь российских властей. У российского государства сегодня нету правового и финансового интереса защищать граждан Российской Федерации, попавших в такую ситуацию и экстрадированных в Соединенные Штаты Америки. Кто придумал дело Виктора Бута, это вопрос еще, который предстоит изучить и наверняка эта работа завершится каким-нибудь очередным большим фильмом. Когда этот фильм может выйти на экраны, вряд ли кто-то сможет предугадать. Вся эта история с Виктором Бутом, которая получила колоссальную совершенно пиаровскую подсветку и медиагласку в США, очень одностороннюю, очень такую, я бы сказал, злобную по отношению и к России, и к российскому гражданину. Есть такое мнение, что не для того это затевалось, чтобы его вот так быстро отдать обратно российской стороне. В целом, рассмотрев лицо Виктора Бута, можно сказать следующее, что это не лицо лидера и не лицо какого-то деляги, это лицо неуверенного человека, человека, который подвержен смене настроения, человека, который не решил для себя, что есть черное, что есть белое. И такой человек конкретно вот, он мог легко оказаться игрушкой в чужих руках. было даже предложение обменять Виктора Бута на опального экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Но этот вариант исключен. Сноуден на свободе и у России к нему претензий нет. Как нет и кинокартины о беспощадном разоблачителе американском злодеи-шпионе. Смотрите далее. Есть ли связь с загробным миром? Умершие люди это ангелы, которые помогают своим родственникам, детям, близким. Как получить запись с того света? Почти все люди имели в своей жизни опыт разговора с умершими. И что поведал нашему медиуму дух Бориса Березовского? Смерть точно неестественная. Это агентство специальных расследований и я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Связь между двумя мирами мертвых и живых. Возможно ли такое? Столетиями контактеры с душами умерших пытаются убедить нас, что эта связь существует. Мы решили проверить это сами. Шаманы, колдуны, ведьмы были на земле испокон веков. Они умели вызывать как души предметов, так и мертвецов. В нашей стране запрета на эту деятельность нет. И более того, деятельность это законно, прописано. Услуги спиритов, гадалок, они не входят, скажем, в перечень запрещенных. Медиумизм и спиритизм вошли в моду больше двух веков назад. Говорят, в Россию это увлечение завез граф Калиостро. Интерес к потустороннему не угасал вплоть до прихода советской власти, особенно среди интеллигенции высшего света. Дух императора, скажи, долго ли продержатся у власти большевики? Медиум в парапсихологии человек, обладающий сверхчувствительным восприятием экстрасенс. В спиритизме участник спиритического сеанса, общающийся с душами умерших. Толковый словарь Ожикова. Очевидно, что такое определение могут дать лишь те, кто верит в возможность подобной связи. Противники всего сверхъестественного настаивают на другой трактовке, называя медиумов людьми с нарушениями психики или просто лжецами. Людей, ученых, которые бы занимались этими вопросами, мне они неизвестны. А шарлатанов сколько угодно, какой-нибудь там гробовой сколько угодно расскажет о загробном мире, а может быть и предложит оживить и сколотил состояние. Медиумы, особенно из-за рубежа, буквально заполонили Россию в 19 веке. Пришлось подключать Императорскую Академию Наук. При ней и была создана специальная комиссия по изучению феноменальных способностей этих людей. Одним из ее экспертов стал великий химик Дмитрий Менделеев. Все было жульничеством, что движение предметов там стоинственные стуки определялись вытянутыми ногами медиуму, который постукивал и какими-то ниточками, за которые медиум в темноте дергал. И написал совершенно разоблачительный отчет, что это просто такой вот эстрадный номер для легковерных людей. Попытка разоблачить медиумистов сыграла злую шутку с известным ученым. Менделееву не позволили стать академиком. Однако этот печальный опыт не заставил поклонников точных наук изменить свое мнение даже спустя много десятков лет. Современные ученые, настоящие ученые, по-прежнему утверждают, что никакой жизни после смерти нет и быть не может. Это Дмитрий Карпов. У него в руках особый электронный прибор. Он способен фиксировать беседы с мертвыми душами. Так утверждает его создатель. Записи довольно качественные и довольно громкие. Выводов пока, к сожалению, мы сделать не можем, но в 70-80 случаях, конечно же, это голоса у наших людей в основном. 24 августа 2004 года в России практически одновременно в Тульской и Ростовской областях произошли две авиакатастрофы. Специалисты по транскоммуникациям поймали на свою аппаратуру некий сигнал в виде щелчка. При многократном замедлении загадочного звука удалось разобрать слова «был террорист». Еще один излюбленный аргумент всех медиумов и экстрасенсов в защиту своих убеждений сотрудничество с государственными структурами, чаще с правоохранительными органами. Об этом все говорят, но официально никто не подтверждает. Разве что Скотланд-Ярд. Английские сыщики не раз обращались к медиумам за помощью получить информацию от духов убитых. Борис Березовский. Опальный олигарх умер в марте этого года. Смерть его стала для всех неожиданностью, а потому породило множество версий о причинах гибели. Использовала ли на этот раз английская полиция нетрадиционные методы расследования нам неизвестно. Но мы решили попробовать сами и обратились к специалисту. Мне погоны показывают и все. Обвинять не знаю. Просто показывают как... Ну не то, что погоны, это какая-то структура, вот как будто у людей какой-то отличительный знак. Не знаю, на одежде, на фон... Не могу это сказать. Вот это присутствие больше не скажу. Медиумы утверждают, что с прахом умерших они не контактируют, хотя иногда и проводят свои сеансы на кладбищах. Контактеры устанавливают связь с душами. Подключаясь, скажем, к духу, я получаю некие файлы. Можно назвать это мыслями, некие файлы, которые моя задача просто озвучить. Во время сеанса связи с Борисом Березовским мы не слышали никаких посторонних звуков, кроме голоса самого медиума. Она озвучивает его послание с того света, признание человека, которого еще при жизни многие называли дьявол воплоти. Смерть точно у него неестественная. Двое людей. Он, как сказать, как задыхается, но это не повешено. Это не повешено. Сеанс связи с потусторонним миром, как правило, очень красиво обставлен. В ход идут различные приспособления. Шаманские барабаны, спиритические доски, свечи. Если это шаманские вещи, это вот состояние, трансовое состояние, там, с губными, с грибами, еще с кем-нибудь. Если мы берем мексиканских шаманов, там используется кокаин. Методик очень много, в каждой культуре они разные. Как крутили эти самые блюдечки по столу гоняли во времена Толстого, так и сейчас делают то же самое, практически то же самое, ничего не сдвинулось. Какой-то там телекинез, какая-то там парапсихология, какая-то там передача мыслей на расстоянии, телепортация, телекинез, что еще, телепатия. Вот это все названия, явлений, которых не существует. Красноречиво и убедительно донести до страждущего информацию, полученную свыше, вот главная задача. Как проверить правильность перевода с потустороннего языка на земной? Остается только верю-не верю. Переводчики это физическое мир. Я, скажем, не переводчик, я проводник. С одной стороны провода, скажем, на другую и с другой обратно. Известный американский иллюзионист Джеймс Рэнди в 1996 году основал фонд по изучению различных паранормальных явлений. Он же учредил премию за демонстрацию необычайных способностей перед компетентным жюри, которое должно состоять из профессиональных фокусников. С тех пор размеры премии выросли с одной тысячи долларов до миллиона. Никто из медиумов так и не захотел стать в одночасье миллионером. К услугам медиумов простых смертных чаще всего вынуждает прибегать преждевременный и трагический уход из жизни близкого человека. Люди готовы пойти на все, лишь бы получить хоть какую-то весточку. Многие на этом просто делают какие-то деньги, как занимаются мошенничеством. Несколько лет назад огромное количество людей поверило Григорию Гробовому. Потерявшие близких после теракта в Беслане хватались за эту возможность как за Соломинку. И он находил чем их утешить. Он говорил как, я его вернул в жизни. Только он решил выбрать себе другой облик. Вы его просто не узнаете. Или он другим говорил, а он решил жить в Южной Америке. Поезжайте найдете. В июне 2012 года трагически погибла пятилетняя дочь Ромы Жукова. Певец никогда не обращался к услугам медиумов. Однако не отрицает само существование людей со сверхспособностями. Я, безусловно, уверен, что есть люди, которые довели способность воспринимать, способность верить своему подсознанию до того уровня, что они практически это, можно сказать, видят как невооруженным глазом. Сон, который Роман увидел накануне трагедии, он запомнил на всю жизнь. Находясь за тысячи километров, певец уже знал все подробности несчастья, которые произошло с его семьей. Потом я очень сильно чувствовал лжение в вене, когда, видимо, ей не хватало крови. На расстоянии люди родные, они чувствуют друг друга и просто я себе представить не могу, что может быть по-другому, что она сейчас не наш ангел. Она только так и никак и иначе, потому что иначе весь смысл жизни теряется. Так все-таки есть жизнь после смерти или нет? У православной церкви на это давно готов ответ. Люди, которые живут на земле, могут думать, что они общаются с ушедшими, но в таких случаях они общаются не столько с ушедшими, а сколько с бесами, с падшими ангелами, которые, зная что-то об усопших, могут вводить человека в заблуждение. И тем не менее люди, обладающие экстрасенсорными способностями, есть. Их даже можно разглядеть в толпе. Они меченые, то есть отмечены определенными знаками. У них есть на руке некий глаз. Вот я вам покажу на своих руках, располагается вот здесь, как некие глаза. Это некий входной билет. Но даже для них, как и для профессионалов, небезопасно проводить эксперименты с медиумизмом. Бывали случаи, когда маги входили в контакт и это парализовало руки, например. Такие случаи были. Физические вещи какие-то, то есть отскакивали предметы какие-то, ритуальные, в лицо, еще куда-то. Несмотря на все опасения, экстрасенсы из Великобритании начали обучение всех желающих общению с умершими и даже получили на это правительственный грант. На расспросы о ее прошлом мама может дать вам отказ, потому что есть две стороны мамы. Но в основе ее поведения будут лежать нематеринские чувства к вам. Вы должны понимать, что, конечно, она не накинется на вас с объятиями и словами «О, как я тебя люблю». Правда, дальше размещения промо-ролика в интернете дело у английских специалистов не пошло. Может быть, им мешают какие-то силы? Известный французский ученый Паскаль был материалистом, и он рассуждал так. Вероятность того, что есть вечная жизнь, ничтожна. Но если я поверю, и меня за эту веру возьмут туда, это будет бесконечной наградой. Так что лучше я поверю. Верить вам или нет, решайте сами. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе знаменитые подвиги Великой войны. Правда или вымысел? Как Юлия Чечерина едва не погибла, на пути в земной рай? И кто заставляет нас покупать дорогие препараты? Это такой же бизнес. Как подстригание газонов, как мытье окон. газонов. Погиба в гибель подстригание Продолжение следует...